Они точно знают, что невозможное возможно. В Самаре подвели итоги конкурса «Танцевальный марафон» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Идея конкурса родилась три года назад, во время пандемии. Ребята присылали видео со своими выступлениями, отбор проходил в онлайн-режиме. В этом году решили формат не менять, участникам проще выступать в домашней обстановке. А во время подведения итогов конкурса ребята встретились, чтобы выступить на сцене и показать друг другу свои таланты. Сложно, когда проблемы с передвижением, и танцевать это сложно, но вдохновляет. И помогают и родители, и родственники, и знакомые, и животные. То есть все в сумме дает нам вот такой вот необычный танцевальный марафон. Чем ценен этот конкурс? Ведь здесь принимают участие не совсем здоровые дети, и которым может быть не всегда доступны сцены, где они могли бы проявить свой талант, свое, наверное, душевное выражение. Потому что в первую очередь, когда дети танцуют, конечно же, на мой взгляд, это душа танцует. Регина Хасаншина в конкурсе принимает участие не первый год. В этом году одержала победу. К выступлению готовилась тщательно, много занималась хореографом и сшила костюм. На конкурс представила татарский национальный танец «Чебота». Я его танцевала на разных конкурсах. Мне поставил этот танец мой хореограф недавно. Я ему очень благодарна. Сейчас хожу выступаю с этим танцем. В этом году в конкурсе принимали участие 23 ребенка. Пять из них стали победителями в разных номинациях. Обаяние и артистизм, оригинальность исполнения, творческий подход, высокий профессионализм и эмоциональная выразительность. Но без внимания не остался никто. Ребят пригласили в кафе, всем вручили грамоты и подарки. А еще сводили на экскурсию в зоопарк. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова